по поводу того у него ролик вышел можно не жениться на разведенный и он в нем говорит что вот слова господа то что кто женится на прелюбодеянии ну и вообще по поводу прелюбодеяния что второго брака но говорит это все хорошо но говорит исторический опыт церкви показывает церковь пошла по другому пути она говорит стала принимать ну то есть допускать такие браки и правильно сделала посолка говорит индивидуальный подход нужен всякое такое и вот тут я им письмо направил где ему привожу слова многие из библии прочее прочее то что он и вот у меня ответил спасибо я не заставляю никого просто поддерживать тех кому трудно от тяжести жизни у вас и мне все сложилось пока хорошо ну то есть все чисто судится по себе получается помолимся во имя отца и сына и святого духа аминь аминь царю небесный утешителю душе истины и же везде если и вся исполняя сокровища блоги и жизни подателю приди вселися вны и очисти на всякие скверны и спаси блажа души наше господи пресвятая троица отец сын и святой дух благослови наши занятия присутствую на них занятиях не дай нам уклониться ни на право и ни на лево от истинного понимания смысла прибор с нами и в разуме и нас и благослови аминь 7 глава и в англии от ивана 47 по 51 стих напомню что фарисеи послали служителей чтобы они там проследили за иисусом и его там уловили в чем-нибудь то есть они не сами пошли и в итоге эти служители пришли обратно фарисеи нам перед священниками сказали никогда человек не говорил так как этот человек то есть они сами удивились очень сильно и на что фарисеи говорят в ответ вот мы продолжаем фарисеи сказали неужели вы неужели и вы привестились уверовал ли в него кто из начальников или фарисеев но этот народ невежда в законе проклят он никодим приходивший к нему ночью будучи один из них говорит им судит ли закон наш человека если прежде не выслушает его и не узнает что он делает толкование почему фарисеи обращаются служителям не с гневом но с кротостью и так мягко говорят неужели вы соблазнились потому что боялись что они совсем чтобы они совсем не делились от них и не пристали ко христу посему они говорят им очень кротко и ласково неужели соблазнились и вы которые умнее прочих и всегда находится при нас опытных в законе затем стараются убедить их примером но очень неразумно разве говорят уверовал в него кто-нибудь из начальников но кто виноват христос или те которые не уверовали без сомнения те подлежат осуждению которые не уверовали народ называют проклятым за то что он уверовал между тем как сами из-за свое неверие из-за препятствия прочим веровать достойных бесчисленных проклятий для чего евангели замечает о никодиме что он приходил к иисусу ночью и что он один из них для того что обнаружит их ложь они сказали что никто из начальников не уверовал него он показывает что и они в этом случае будут ибо вот никодим и начальник и один из них же уверовал во христа что им замечает никодим он говорит разве законно сосуждать человека не выслушившего прежде симон показывает что они незаконно не читали не требования его не исполняли хотя и много мечтали о законности ибо если закон не велит никого убивать без предварительного суда а они имели рвение к тому не выслушав прежде то очевидно они преступники закона сказал еще если не узнает что он делает симов показал сим он показал что нужно высушить не просто но весьма внимательно чтобы узнать как нужно поступить а не осуждать так не разумно в делах ну вот здесь мы видим ситуацию которые можно спокойно переложить на наше время что вот они говорят а кто так из начальников наших верует то есть они такое предлагают то есть это является для них основанием что из начальников никто же говорит в иисус это не уверовали тут типа вы то почему так делаете то есть никто же из епископов это не исповедует примеру вот по поводу бороды платка строгости правильного крещения когда говоришь людьми то отвечают мне говорят ну так не учат в духе в таком что но так никто об этом не говорит это значит и нет этого точно это не важно и даже приводь всяких священников которые говорят что это все не важно что это не должно это не христианская как бы это все мелочи это вы как фарисеи будете если будете это исполнять вот так заблуждаются люди и также фарисея здесь мы видим они ссылаются и самое главное не лгут здесь показывает этот толкователь никодим это тоже показывает он говорит что по закону то они действуют не по закону как раз таки и христос их тоже обличал говорит выгод оставили важнейшие в законе суд милость и веру то есть они не судят совершенно здесь по правильному то есть не могут рассудить милость у них тоже никакой нету ну и соответственно и веры нету самое главное они солгали в том что говорит никто никто из начальников не уверовал а тут показано что вот никодим уверовал он доверил уже все то есть дьявол ими руководит это вот можно мы мы вот из этого и видим что раз они лгут мне кажется они даже многие не понимали шоу будто у них просто они живут этим уже как допустим я в армии служил около четырех лет там таких льготных пять лет почти и в принципе вот в вооруженных силах там дух лжи просто вообще он там больше всех нами присутствует но очень сильно там все постоянно лгут там на этом основана служба как ты так грамота солгать грамота поставить обстановку свою чтобы начальник тебя ну чтоб ты был таким кремнем для начальника то есть он там главное правило то есть ты в принципе делаю что хочешь но главное чтоб не запалиться то есть чтоб тебя не увидели то есть и сразу на все на лжи основном а и среди вот людей да и среди вот людей там находятся такие лгуны ну и чё я и сам таким был я могу сразу сказать то есть это как бы ты это как в думаешь что наоборот что ты крученый очень сильно то хитрый очень но есть говорю среди людей там среди вот такие лгуны которые вообще не замечают как гуд то есть я вот таких людей в жизни сначала человек 5 наверно и этого в армии больше всего вы которые даже они верят то что говорят вот они все врут то есть у них они рассказывают всякие истории все и все придумывают на ходу могут даже не на ходу придумать ну так они там кого-то как побили как они там заступили за кого-то там 10 человек завалили и ты когда их обличаешь во лжи они прямо тебя накидываются буквально очень злые прямо тебя становится но потому что это не они это дух лжи который сидит и он реально верит во что что говорит это видно и вот мне кажется вот и в церкви может такого человека тоже образоваться есть такие люди которые постоянно рассказывают про чудеса и они их уже придумывают даже через они там добавляют свое то есть дух лжи и он здесь проникает и вот это никто кстати об этом не говорит то что вот в церкви очень сильно развита вот эта тема чудес всяких это что там как будто дух лжи там не может туда проникнуть как будто это не бывает то есть это не обсуждается даже если какое-то чудо о чем-то говорится тут даже не обсуждается это может человек солгал там или прочее а и дьявол он еще подбавляет он там начинает давать знамение всякие мироточения там фотографии за мироточит там пони бюст царя примеру и все замкнется на этом если есть кому что сказать еще по этому поводу по поводу лжи я учился в семинарии и у меня общаюсь там они священники сейчас вот один под москвой служит и он рассказывал мы уже ближе пятому курсу вот ну старшекурсников самая главная такая мотивация была это карьерный рост то есть их там им там уже раздавали такие но не слабые послушание как там называют послушание там служение которые понятно были выше там всех остальных которые ниже курсом и так далее кто-то священником уже стал кто-то что и вот у них вот как в армии там градация эта иерархия и вот то что ты сейчас рассказала и и это игнать их подмечал и говорил об этом тоже так и вот среди будущих священников ну и там дьяконы уже кто-то тоже там все то же самое они чтоб угодить епископу там ну или кто там поставлен начальником они изощряются там всячески и ложь пускает в дело и все остальное вот так что очень схожа армия и у церковной иерархии и армейской иерархии и отношения там за и взаимоотношения все остальное прочее очень схожи но это из практики из жизни вот свидетельство юра мне рассказывал много это потому что из одной системы все примерно выросла в советское время это сталин бит стали беринская она все там в одно пронизано вот этим ну и вообще дух лжи это его труднее всего-то изгнать но он такой очень трудно замечается на самом деле и как бы изобличить его очень трудно в человеке это реально благодать это делает только под благодатью человек это может понять ну а второе вот это очень сильная такая одержимость это тщеславие тоже и в армии это тоже все присутствует там награды вот это все поощрение этом медали не медали и также у и священников там у семинаристов тоже там поощрение всячески особенно у священников там палец еще не друг там дарят навешивают на себя там и так далее вот даже помнишь когда вальтер рассказывал насколько ревность у них друг другу там когда например ну вот когда он пришел на приход и к нему народ по как будто бы общаться с ним как вот ним с ним коммуницировать больше чем со священником настоятелем как он заревновал и все остальное прочее вот это тоже очень сильно развита ну вот этот случай с когда игнатий тихонович то какого священник то такой известный так был как его зовут и забыл отец серегей сейчас вспомним тут сергей дмитрий дудко тоже известный священник и вот история то то есть и игнатих на счету на вопросах ответах есть как он пришел туда как бы родственную душу нашел игнатих нович и даже попросил стать его духовником ну вот они сидели я не знаю где там за столом это вся интеллигенция которая вокруг все по вот дмитрий дудко сложилось и он горд я взял их слова начал говорить по библии полностью читать про ну проповедовать им и у всех там рты открылись глаза глаза загорелись и все хотели его слушать его дмитрий дудко это заметил и говорит ты что что ты сделал ты говорит разделил их там пополам ты как не понял что ты сделал и потом он перебывал его там каждые два часа целых два часа его перебивал и не давал ему слова сказать то есть говорил а это горит и игнатий имеет ввиду вот это это имеет ввиду вот то и в итоге они расстались он говорит игнатий я мог увезти у него все все ну таких бы большую часть людей я не стал я уехал я понял что могут разного духа то есть он наслаждался вот этим тщеславием то что его любят почитают игнатий не стал это разрушать и уехал вот тоже да из этого это самая большая болезнь тоже у священников сейчас тщеславе вот это потому что вокруг него их никто его не критикует и поэтому они так больно на это реагируют сразу говорят не суди не суди не суди вот смотри вячеслав а от отсюда идут басни их помнишь там вот это место и будут говорить превратно дабы увлечь учеников за собою вот они начинают превращать извращать слово божие в угоду там не знаю себе как проект себе ведут они к христу а к тебе все и незаметно это получается что они сами потом привыкают к этому и я говорю и с ними когда начинаешь беседовать апеллируя словом божиим уже как как брат с братом можно сказать на равных ну когда потому что видишь что он слово начинает извращать там и все остальное и вот так вот на как бы до апеллирую что ты батюшка такой же смертный как я ну как бы в контексте в таком а есть слово божие выше нас и мы должны и для него это просто ну разрыв шаблона он не понимает что происходит так ну потому что и кто с ним так когда-то общался никто вот такая у них реакция ну вот мне понравилось ли они чтобы то каскун максим он ответил все-таки он признает говорит что ну вот слово божие говорит что второго брака нет как бы если при живом уже то или жене он так и сказал что горит слово божие а церковь пошла горь по другому пути играть правильно сделала потому ну я как просто на этой стороне ну хотя бы по крайней мере честный ответ я считаю по крайней мере он не превращает потому что сейчас часто наоборот превращают это все не говорят о том что бог ты говорит по-другому учитывая надо понимать что московской патриархии на всех накладывают печать и и никто не смог избежать даже геннадий фаст и об этом игнатий тихонович говорил что эта печать которая накладывается и не избежать там я не видел ни одного говорит примеру кто сохранился там и даже геннадий фас не смог этого сохранить в той или иной степени все подвергаются это вот было видно по когда вот как его зовут я не помню которым отрезал кришнаит голову знакомый вот он общий геннадий фаста и игнатий тихоновича и когда ему это убили на него геннадий фаст готовил некролог и там можно было сказать что ну святого из него делал геннадий фаст и игнатий тихонович направил на письмо как бы такое обличительное сказал ну отец геннадий вы что делаете почему почему вы о нем говорите только хорошие они то есть то что было реально выгод правду ту всю не не рассказывайте почему вы его в царство божие то загоняете говорит вас это патриархийная год коснулась тоже у них была вот на этой почве конфликт даже произошел ну то есть геннадий фас жестко тоже ответил стал как бы обличительно тоже в ответ игнатию тихоновичу на это сейчас конечно уже не в хороших отношениях но он был такой момент именно его и гнатихич горела почему вот выбрать когда писал ты у нас не спросил мы же с ним жили долгое время мы его знаем почему у нас не спросить о нем и не написать это все ну то есть правду писать надо не в ту не в не в плохую не в хорошую сторону не нельзя как бы делать ни на чем акцент а потому что тогда это не будет он канонизирован но я не знаю как там в итоге остановилась наверное это подействовало на царе геннадия фаста потому что в итоге это все хорошо но вот был такой случай поэтому действительно находясь в московской патриархии мне кажется с не только московской это мы только знаем московской патриархии еще в греческой церкви что и лучше или другой какой-то мне кажется нигде не лучше везде вот это присутствует но разного то есть какие-то поражена церковь какими-то разными болезнями вот мы знаем наши болезни я знаю там болгарской церковь и там даже после московской патриархии приходишь и думаешь ничего себе или там греческая не помню не рассказывали что ездит и говорю там вообще там не то что проходной двор там просто говорит тому же ну и не женщина не покрываются даже когда заходит джинсы нас еще там сохранили чуть-чуть чё-то 7 глава 52 после 53 стих на это сказали ему то есть никодиму сказали и ты не из галилеи рассмотри увидишь что из галилея не приходит порог и разошлись все под одном как они на него разозлились да то есть он им дело сказал то есть он уголь но мы же должны рассмотреть это а они просто сам факт то что ты с ним не согласен сразу их разозлил и и говорят то есть на личность перешли сразу и ты не горит не изгревели то есть чтоб сразу даже ты не думал ничего возразить сразу тебе говорят вот этот вот это клише как ты протестант от еще без писали ты протестант все вот одно один в один опускают сразу ты протестант все короче и нечего с тобой разговаривать ну вот это правильно ты подметил что говорят превратно чтобы увлечь за собой то есть реально вот они так говорят чтобы увлечь потому что надо говорить правду а когда ты правду говорит что там ну как бы ты не увлечешь там увлечешь только того кто ищет правду а если а тех кто и правда не счета угождение себе ищет их не увлечешь их наоборот столкнешь то правдой а если хочешь увлечь за собой то ты будешь говорить именно то что чтобы как-то не увлечь и чтобы как-то их не отпугнуть человека и это самое главное это так все как бы внутри оправдывается человеком что это вот постепенно чтобы увести а в итоге оказывается что человек 20 лет 30 лет ходит в храм и ничего не меняется и он просто гать учат сам себя и все ну а в корень если зрим корень всех зол серебролюбия они все начиная с епископа и он всех мотивирует именно вот этой страстью прежде всего поскольку то денежные отношения товарно-денежные это в первую очередь об этом вальтер хорошо рассказал об этом мои друзья ну священники все говорят что именно базовая коренная мотивация и вообще все все построено на деньгах поэтому они никого не будут то есть вот вот так они отсюда и ведут себя как ты сейчас говоришь так что какой-то замкнутый круг порочный но вот самое интересное что вот я тоже всегда то есть вот еще подознакомцы гнатик был в московском но как бы постоянно я тут этим духом дожил но я не мог вот то что вот это я потом узнал я почему я не думал это так что ну так есть это реально как розовая ну просто очки снились то есть но я же ты как по себе судишь я ходил в храм когда я допустим давал деньги там на эти записки всякие то я знал что я не за них плачу не за молитву а просто я отдаю то есть ну и просто система так сделано что она ну как бы таким образом ты как бы то что должен то есть я я реально жертвовал то есть я не платил за это вот хоть как ты мне не заставишь было я не сказал бы что язык плачу я за это не мне головой даже не приходила или там на исповеди когда есть стоят там свечку до дают или тоже деньги кладут но что ты это вообще никак не связываешь ты потому что искренне ты веришь что поправил вот кто искренне ищет бога он нет у него это не сребролюбие ничего это нету просто и я думал о священник я думаю если я у меня это так что я во всем то тем более думал священник он вообще у нет ничего вот этого то есть он более это вот вот этих всех пороков а если есть то это мне дачу об этом не судить то вообще это не буду видеть не буду слышать об этом и но вот пагубность это что ты там когда находишься тебя это надевает начинает проникать все хотя и вот у тебя туда духу там сопротивляется ты но ты не понимаешь откуда почему в тебе вот эти искажения происходят и просто понять не можешь и начинаешь искать поэтому внутри церкви я знаю очень много людей кто искренне все веруют они искренне читают святых отцов и искренне пытаются их просто губят их губят вот эти современные практики священческие когда ты допускается всегда причастие и прочее прочее я тоже себя помню и многие наверно здесь кто пострадал и ты даже виталий себя-то помнит как как ты вот эту веру воспринимал как она шла изначально она была чистая все было нормально все шло правильно если бы ее не запугли не загубили просто вот если правильный направлять если сразу правильно тебя повести ну это роскошь про правильно направлять правильно провести вот но вот как ты говоришь но ты все равно себя как-то лечил ну так в кавычках оправдывал что да я жертву и да у тебя как бы мотивация была но но вне внешние твои действия не все равно ну как сказать неправильно неправедные то есть как ни крути ты уча участвуешь торгово-денежных отношениях ну да это потому что прийти к гадалке прийти к гадалке и к примеру ну ходить к ней постоянно да но она там колдует над тобой но ты допустим это даже не знаешь ты хочешь какой-то другой целью но это не значит что так я не ходишь то ты не ходишь и он тебя воздействует меня больше всех поразило обескураживала тару ложь когда меня неправильно покрестили московской патриархии я это считала что это правда я верила а потом меня оказывается меня жестоко обманули меня я долго не диле негодовала и не могла никак успокоиться после того как я узнала что я неправильно крещена я не крещена была меня на меня обманули бессовестно я вас понимаю это вообразить вообще невозможно если вдумываться в это не хватит никаких чувств человеческих никакой и вообще ничего не хватит это это просто невероятно чтобы вот так так вот поступать с людьми а вообще у меня такой вопрос почему крестят вот младенцев почему их обливают вот не понимаю почему нельзя нормально покрестить почему нельзя просто с погружением и крещение обливание даже многие говорю я и говорю почему вот так нам почему нормально не креста ну что значит лгут нет нет потому что очень все просто они привыкли всех во всем всегда ублажать то есть всегда чтобы человека ничего не обид ничего и они чтобы чтобы ребенок не плакал там чтобы он родители там чет не беспокоились и они уже этим живут они как будто у них такая экономия во всем они так как называют то есть они уж сами не понимают что делают в этом смысле просто всегда я вот то что угождает миру везде просто нет они уже верят в это они приняли это что это как бы крещение тоже и они верят что это крещение понимаете они верят в это ну да они верят естественно на приедем которые мочением крещеные даже не переубедишь при этом все равно как бы есть стандартные с нормы есть говорят что вот даже скоской патриархии везде говорят что вот нормально это крестить полным погружением но при этом исключение а исключение как за правило конечно же вот почему почему они не Répом иметь же примеры как нормально можно крестить это просто даже чтобы там ребенок не плакал можно же полным погружением даже младенца покрестить нормально чтобы не было никаких потом для них же это вроде больше потом вреда вот потому что люди приходят вот и говорят это же не крещение ну потом возмущение для них же самих это вроде потом плохо почему так делаю да нет большой беды в том что ребенок поплачет пусть поплачет это ничего страшного кроме парка то он никак и не может ничего выразить ребенок маленький плачет пока ему нету не стал на ноги ему нет три года у него нет осознания своих действий это нормального плачет капризничать истерии вот вы говорите в только погружение одну тут же целая комплекс беззаконий это оглашение никакого нет как правило 99 процентов вот потом оплата симония ну и вот это вот это знает никто как минимум 3 как минимум 33 3 греха страшных вот уже в это в одно только связано с таинством причине 3 нарушения ужаснейших так что чай о чем говорить новая религия как геннадий говорит создали новую религию какую-то непонятную а меня больше всего поразило то что вот это мочение но не только у нас русской православной церкви тоже в египетской церкви сирийской церкви в копской грузинской то есть то же самое во всех церквях и все точно так же как будто выучили что можно мочить песком слюнями то есть одно и то же все говорят а в откровении она богослова написано что господь там говоришь о знаю дела каждой церкви то есть состояние церкви господь знает там во всех церквях злые дела то есть это получается будет наверно до конца мира до конца этого времени пока придет господь эти злые дела в церкви вот недавно здесь выкладывали кто-то был выкладывал что ссылку на декона андрея кураева да тут он тоже как бы поддерживает вот это то что и а вот и вот даже он-то приводил ссылку на языке или что там и кропление якобы чтобы но правда оправдывается тем самым кроплением якобы вот это вот крещение тоже захотел бы может кто-то прокомментирует это еще кураеве говорить у него модерация есть то есть если какие-то критические пишешь сообщения в его там группе они не просто не проходят фильтр поставлен то есть человек пользуется такими методами так что кураев да там какое кропление там господь говорит идите горит погружайте во имя отца и сына и святого духа а он ветхом завете кропление нашел ну это вообще надо прям прямое погружайте и все только погружали всегда вот он горит и дети окропить и на это даже по-богословски абсолютно неграмотно это предвзятость прям капитальная кураев софист он может черное доказать что черное это белым когда нужно и наоборот что белое это черное вот его талант в чем а меня удивило что наш батюшка своего собственного ребенка крестил пяточки помочил в тазике сверху полил это тому священнику отцу артемию которому игнати тихонович дав дал 131 свидетельство и после этого вот он крестил своего ребенка так это как назвать что это за вера это священник совершенно неверующих нерожденные он мертвый хотя он имеет благодать духа святого и через него действует то есть через рукоположение это просто небрежное на самом для отношения к слову божьему канонам церкви это просто ребенка так неправильно крестил его дитя чем сделать не новые себя то крест лучше они верят они верят в это перед для туда вот да кто такой игнатий тихонович какой-то старик там один вопит там где-то в барнауле сидит а тут вся церковь полнота как они говорят церкви приняли эту практику и все вот это в этом все и дело что вот это сейчас нормы стала вот обливать и кропить вот это вот если вот вера в это то что это крещение и все если в это верить то это все как сказать это легче легче будет все что угодно вот и детей крестить больше и кого угодно то есть ты об этом даже не будешь задуматься если в это верить ты же страшные вещи вячеслав говорил что тебе головин рассказывал что они уже не только в это верят они верят еще что ну помнишь ты рассказывал что как там харизма передается там через какое место друг другу ну и так далее там все равно говорить об этом и они верят в это да ну там и даже вообще это я даже не представляется продолжаем глава 8 8 глава с 1 по 12 стих иисус пошел на горы илеонскую а утром опять пришел в храм и весь народ шел к нему он сел и учил их тут книжники в алисея привели к нему женщину взятую в прелюбодеянии и поставишь ее посреди сказали ему учитель эта женщина взята в прелюбодеянии а моисеев законе заповерил нам побивать таких камнями ты что скажешь говорили же это искушая его чтобы найти что-нибудь к обвинению но иисус наклонившись низко писал перстом на земле не обращая на них внимания когда же продолжался продолжали спрашивать его он восклонившись сказал им кто из вас без греха первой брось на нее камень и опять наклонившись низко писал на земле они же услышавший то и будучи обличаем и совестью стали уходить один за другим начиная от старших до последних и остался один иисус и женщина стоящая посреди иисус восклонившись и не видя никого кроме женщины сказал ей женщина где твои обвинители никто не осудил тебя она отвечала никто господи иисус сказал и я не осуждаю тебя иди впредь не греши и опять говорил иисус к народу и сказала я свет миру кто последует за мною тот не будет ходить во тьме но будет иметь свет жизни читаем толкование когда никодим весьма разумно обличил фарисеев в их противозаконном распоряжении они разодосадованы с грубости даже зверством говорят он и ты не из галереи но как это идет в ответ на замечание никодима он сказал что без суда и следствие не должен менять человека без сомнения в ответ на это им нужно было доказать что они бьют иисуса не без суда но закона что они служители послали схватить его и все делают так как должно они что говорят ты не из галереи ли видишь ли как неразумно видишь ли какая не из последствий словах потом выставляю невежда говорят рассмотри увидишь у из галереи не приходил пророк то есть ступай и научись так как доселе научился что пророк из галереи не приходил говорят так а смея его как несведущего но у фарисеев что никодим сказал он не сказал что иисус есть порог но сказал что не должен убивать его без суда как же он сказал как же он сказал то а вы отвечаете на другое так как они постоянно укоряли христа галерею а принимали его за одного из пророков то он показывает им что он не из числа пророков я говорит свет миру свет в собственном смысле свет не пророческий то есть не полный слабый но свет истинный не ограничивайся пределами галереи или палестины лист но свет миру и владыка всех людей я тот о ком пророк сказал я положил тебя светом язычников исаи 46 7 изречением можешь пользоваться и против не история ибо не сказал господь во мне свет миру но я свет миру дац это можно подчеркнуть кто видим был как человек кто видим был как человек тот же самый был сын божий свет миру а не так как пустословие в истории будто сын божий обитал в простом человеке нет сын марии божий как сказано был едино кто говорит последует за мной тот не будет ходить во тьме то есть не останется в заблуждении но освободиться от заблуждения тьмы сим вместе да всем вместе одобрять никодима и служителей как прямо действующих и потому во свете находящихся и фарисеям намекает что они находятся в заблуждении тьме в тайне строит ковы вот они все тайне строили то есть если бы камеру им было притащить они бы сказали уберите камеру они это вот признак когда вот даже себя так хорошо проверять допустим с кем-то разговариваешь или там даже ругаешься там да как тебе кажется там и думаешь а вот если бы тебя сейчас камеру навели ты бы так поступал и думаешь не я не поступал еще как-то это не то ну то есть когда делаешь дела нечистые тогда хочется скрыться чтобы это никто не знал по крайней мере из внешних там близкие тысячи ладно уже привыкли к себе от и вот они тоже все в тайне делали свет на них не пролился а когда свет евангелия проливается это вообще обличает уже ну вот по женщине вот разберемся с этой которую застали в прелюбодеянии и часто когда говоришь что каноны надо отлучить то есть точнее должно быть не пить им я наложено те говорят типа брось нее камень здесь подмену совершать такую же как фарисеи фарисеи это бросить камень для чего хотели чтобы убить ее потому что написано должны побить камнями но иисус пришел и показал он уже отменил этот закон он его переменил на другую то есть она покаялась получается она покаялась и он ее уже отпустил чтобы она больше не грешила то есть смысл этого закона был исполнен все христос то есть показал что теперь отныне когда он вот до этого человек совершив прелюбодеяние никак не мог очиститься по-другому кроме как смертью своей смертный грех потому что и смерть это было великое благо для человека этого если бы побьют камнями то она умерла бы и она за этот грех больше бы не ответил уже перед богом не отвечала потому что все она заплатил за этот грех но с пришествием христа уже так как господь шел на крест то есть и он знал что возьмет ее вот этот грех на себя то что ей не надо умирать уже за этот грех он и сказал иди больше не грешили потому что по-другому никак то есть и почему смерть сейчас убийство запрещено богосподь забрать его потому что с этого момента хоть какой-то преступник не был каждый человек может покаяться и за их грехи заказать каждого человека грехи умер христос то есть он взял этот грех на себя и человек покаявшись может спастись а если ты убиваешь его ты его лишаешь этой возможности покаяние то есть ты убиваешь того за кого умер христос до воскресения христа это было добродетель убить за дело потому что ты так его сам лишал наказание за этот грех вечного потому что он заплатил заплатит за нее смертью сейчас же это великое преступление вот по крайней вот здесь мы видим как был отменен этот законом убийстве вот прямо буквально вот на этом месте это господь его отменил через себя и вот мы уже знаем что вот этот ветхий закон чтобы убивать к мы знаем что это за грех тяжелейший смертный но святые отцы они ведь что делали они же не не поставили ее побить камнями там или убить они сказали что она должна теперь принести нести покаяние это не пить им я для исцеления совестью то есть она покаялась и теперь у нее есть и пить имя то есть где это покаяние и и закрепляется что она чтобы из нее было уже это не выбить она навсегда запомнила то есть это исцеление души произойдет происходит от и пить имени и люди которые говорят что типа вы бросаете камни в тех людей которые говорите что и пить имью надо накладывать что вы жестокие они просто не писание не знают не понимает просто о чем говорят они на самом деле жестокие отменили суд милость то есть что такое это же рассудить надо правильно она полюбодействовала и дать правильное наказание то есть правильный 5 минут а суд то есть священников поставили судить чтобы они были имели могли судить правильно человека для его правильно дать наказание здесь при жизни господь говорит при 7 выгодят оставили суд милости веру то есть фарисеи это оставили суд они неправильно судили и как сейчас тоже священники не накладывали 5 мю не рассуждая вот как собчак допустили до венчание и и там пустили она там потом в пляске пустилась ну то есть ничего не рассуждание никто ничего не следовал насколько она уверовала реально ничего не было никаких исследований и это все показано то есть суда нету также и милости нету никакой потому что но если человеку не дать и пить имью то это крайняя жестокость к его душе крайне просто то есть это дать чтобы она не могла жить не могла понимать что за грех тяжесть греха это и совестью не была исцелена понятно же дело что если ты совершил допустим хоть и тяжелый грех прелюбодействовал то если ты 7 лет простоишь до будешь выходить пока я не понесешься через семь лет у тебя совесть будет полностью исцелена ты понесешь на это как бы наказание ты а так тебя сразу допустили у тебя еще ничего не стыше внутри то друг не изменился ничего нет у тебя и ты уже причащаешься ты уже считаешься достойными искажением мощное происходит человеке так можно добавить до насчет опять ими аминь ты сказал единственное но что поясню и 5 мяча почему существует церкви потому что мы люди христос то видел сердце человека и он точно уже знал что она в этом раскаются уже грехе потому что и увели на смерть потом он ее помиловал приди впредь не греши а мы же люди может только видим давно человек может сказать я сейчас притворюсь да вроде слезы пущу меня раз простят и я пойду там причащусь потом а потом опять на свои подвиги вот и 5 мя так с этой целью ты служишь чтобы закрепить как ты правильно сказал то есть увидеть плоды и и покаяния самом деле что она отстала от этого греха женщина там мужчина вот это то что ты рассуждал то что господь спас ее от смерти именно что он сейчас запретил нам вообще кого-либо убивать это они потому что любите ворогов ваших это сто процентов ты не даешь человеку как ты правильно сказал пока я для покаяния если ты убиваешь где-то на войне и не даешь ему чтобы он покаялся этим самым лица души отправляешь в ад можно сказать если конечно был неверующий все закон да владимир вот правильно ты сказал что закрепляет и вот как раз этот случай вот сейчас собчак который произошел да по правде то она то есть легоиды что сказал говорит типа они письменно написали что они покаялись хотя этот ее муж то он участвовал в этой программе беседа с атеистом вот это в спаси то есть он на стороне атеистов был он и остался таким это понятное дело и за вообще за все эти дела должно были было было бы наложить и и пить имью как раз на них и проверить так как этого ничего не было то соответственно и как и оказалось то есть их повенчали уже вечером они там на танцполе полуголые там выступают голые всякие мерзости творят вот собственно не использовали эти инструменты вот собчак это как лакмусовая бумажка состояние запустение вот эта мерзость запустения на месте святом вот ты дальше же не сказал ладно а ведь они мы знаем что они венчают прелюбодеев вот справки вот эти непонятные выдают и все остальное то есть вводит как водят людей заблуждение то что они крещены они не крещены так вводят заблуждение что они в честном браке там святом они в суть прелюбодействие так люди доживают и уходят из жизни то есть какая-то тотальная ложь такая и собчак это ярко вот яркая такое прям ну вообще с история с ней это просто я не знаю не дать не взять как говорится иллюстрация полнейшая что происходит какое отношение у священников и ты не сказал еще что причастие в смертном грехе это страшная вещь это человек в великой опасности во первых он бога раздражает он попирает это таинство священник понятно тоже очень допуская тоже великий грех впадает ну то есть тут все такое он либо заболеет человек либо по описанию мы дознаем либо вообще смертью умрет и смертью умрет как агнатий брянчанинов тоже писал умрет уже будут наказание не для покаяния ему будет дано ад просто для сокрушения его для низведения в ад если он дальше вот так продолжает загасни закоснивать в грехе в смертном и тут же к святыне велико подступать и так далее ну вот а вопрос такой хорошо человеку объявили смертную казнь а что ему мешает покаяться перед тем как он знает что через несколько дней его там камнями побьют он же может покаяться правильно мужак есть такое в интернете если вы хотите посмотреть нюнбергские процессы там там власть германии предоставляет католической церкви католической священников и литеранских и там вы посмотрите эти убийцы которые каждый день расстреливали по 10 тысяч человек что они могли покаяться на своих грехах очень редко там кто вообще мог покаяться бог не давал им наверное покаяния и как они мучились умирать и не даже через повешивание да они не могли умереть то есть они дергались в этой петле нюнбергский процесс в интернете можете посмотреть самое главное что по нюнбергскому процессу интересно что судить их было непонятно по какому закону потому что по закону германии они ничего не нарушили по закону ссср там их судить нельзя было по закону сша тоже и в итоге все пришли к выводу что они то есть такие есть международные то есть такое что как называется преступление против человечества и вот они вот они они просто козлами отпущения стали потому что со стороны советских советов там например беззаконий ну если не меньше если не больше коммунисты сделали зла так что тут такое все это театр глобальный который даже и до ныне и продолжается дальше сейчас сделку трамп совершает до со своим зядем кушнером хотят а за огромные деньги что палестина подвинулась и все-таки дала им возможность построить храм что из этого выйдет посмотрим там что самое интересное что эти безбожники до которые расстреливали людей издевались считали вообще даже хуже чем животные вот на их мимику хорошо посмотреть когда им обвинение предоставляет да они на совершенно как будто роботы вот от совести у них нет или не знаю мертвые люди мертвецы стоят за костенелым ну так на тихонь уже говорил что без я не помню то ли я с ней переписывался то ли что что то что вот сколько он в тюрьмах то не работал я не знаю может владимир подтвердит или нет что вот из заключенных реально стали христиан и покаялись очень мало очень просто мам вот именно из заключенных из преступников владимир ты не знаешь на это счет не помнишь я вот помнишь еще такое говорю по моему собчак муж живой сын да у нее муж живой но я смотрел она сам она сама у этого мужа того прошлого было третье уже там так что там копать начнешь да там вообще живого места мне там не нарушенного канона там если искать непонятно чё там не нарушен там не найдешь там просто не на самом деле просто церковь не должен должен притрагиваться к этим личностям просто даже пускать их не должно было просто заморать только себя скверинить нечистым это все было с разрешения патриарха во первых вот вот это вся свадьба их собачья или как там ее назвали ну вот понимаешь это фарса большой фарс для для очередного там я не знаю поклёпа на православие на все остальное как они в катафалке да там все сама нас от начала до конца это просто издевка была сплошная но тут даже вообще говорить то не о чем на самом деле а то что игнат тихонич рассказывал за заключенных что они он даже не знаю встретил ли там хотя бы одного кто бы не оправдывал себя какое-то такое они как правило себя правда оправдывали свои там то что это свои действия криминальные не знаю преступные вот это он рассказывал да но это правильно а как можно не оправдывая до совершить преступление и жить с этим то есть если не верующий то есть если не верующий у тебя же только два один путь это оправдать это все потому что человек не может жить у него так устроено он не может жить по-другому он либо признает это и кается и все либо он это оправдывает два варианта правда есть третий вариант это только в церкви он возможен ты делаешь преступления типа смиряешься просто и да ты согласен что ты неправильно делаешь но это возможно только в церкви такое вот рук-то в медуз в церковь леном это самое страшное это мутирование когда ты не в той не в ту сторону как бы и делаешь грех в то же время как бы ты смиряю как они comptikan и что допускаешься и постоянно в этом пребываешь crystals тяжелое состояние она мучительными просто невероятным Я знаю это про состояние, поэтому говорю. А если говорить о Третьем Рейхе, если вот еще сказать, что надо не забывать, что на стороне гитлеровцев больше миллиона, если не два русских иммигрантов было. Понимаете, факта в чем? То есть с этой стороны русские, с той стороны русские. По сути дела гражданская война продолжалась, вот и все. И куда им было деваться, ну по-человечески, если рассуждаешь, что они знали, что Сталин собирался напасть. И просто они на опережение Адольф сыграл, и все. Все. Ну и надо понимать, вот сейчас это Гитлер, нам слово оно такое. Человек как бы, ну как сатана во плоти. А тогда так не было. Тогда вот то же самое это было, как вот допустим для нас сейчас, ну, Меркель, да там. То есть никто не считал, он был там в 37-м что ли, человек года, по версии Таймс, проводил Олимпиаду. То есть, а то такой же правитель, как и все остальные, очень уважаемый, и к нему по-другому не было. Тем более, с ним как бы в хороших отношениях как бы был, был заключен договор даже. СССР, кстати, последний заключил договор о ненападении, о дружбе с Германией. Все остальные страны первые заключили, СССР последний это сделал. Хотя это ему ставится, этот пакт Молотова, так называемый, Риббентропа. Хотя это не пакт был, это был договор. Но на самом деле все, почти основные страны, Франция там и прочие, заключили такие с ним договора. То есть он был обычный, не было такого, это не что он там как сатана, такого не казалось никому. Так это его распиарили просто, и нам так подают его во всем мире, известные силы нам. Что говорить-то? Как в свое время на царя Николая тоже там, ну, целую компанию там в медиа, ну, тогда газеты там устроили тоже на него, кровавый там и такой-сякой, и царица рулит им там, и Распутин там, что попало делает, и так же Гитлера. Все это легко делается, у кого в руках эти инструменты. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 13 по 14 стих. «Тогда фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельствуя не истина. Иисус сказал им в ответ, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельствую и истины, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду». Толкование. «Когда он сказал, я свет миру, его обвиняют за то, что он сам о себе свидетельствует. О, безумие! Он постоянно приводит свидетельство о себе из Писания, а они обвиняют его, что он сам о себе свидетельствует. Посему он отвечает им, по лукавству их. Пусть так, что я сам свидетельствую о себе, хотя на деле это не так, а я имею трех свидетелей, отца моего, дела мои и Писания, как и выше сказано. Ну и еще я добавлю, что о нем еще свидетельствовал Иоанн, которого тоже все уважали. «Положим, что я сам свидетельствую о себе, но если я сам свидетельствую о себе, свидетельство мое – истина, потому что я знаю, что я сын Божий и не простой человек, но свыше приходящий и Бог. Как же свидетельство мое ложно, когда я Бог и посему достойен веры, как Бог на этом говорит? Бог без сомнения достойен веры и свидетельства о самом себе. Притом я и пойду к Богу истинно. Как же на мировая сети к истинному, я буду лгать?» То есть он действительно знал, откуда он, куда, то есть они-то ничего не знали. То есть он говорил от истины, он не подстраивался, в принципе, получается, он говорил истину в чистом виде. Понятно, ну я понимаю просто, что для фарисеев эти слова ничего вообще не значат. Когда он так говорит, это еще больше их озлобляет, но он тем не менее это говорит. Евангелие Туана, 8 глава, 15-16 стих. «Вы судите по плоти, я не сужу никого. А если сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и отец, пославший меня». Толкование. «Я» говорит, как Бог, и пришедший свыше, свидетельствует о себе истину. «А вы смотрите только на видимое, и, как я во плоти, вы принимаете меня за простую плоть, а не за Бога, пришедшего от Бога. Вы судите по плоти, то есть ошибочно. Как о живущем по плоти говорится, что он живет порочно, так и судящим по плоти нужно сказать, что он неправедный судья. Потому как бы кто сказал, если мы иудеи судим несправедливо, то почему не наказываешь, почему не осуждаешь? А он говорит, «Я не за тем пришел, чтобы судить. Я ныне не сужу никого, а если и сужу, то суд мой истинен. Если бы я и захотел судить, а вы были бы осуждены. Ныне же вы остаетесь без осуждения, потому что, будто я не могу осудить вас, но потому что ныне не время, так как осуждение на вас я сберегаю до второго пришествия». Так и в другом месте он говорит, «Я пришел не судить мир, но спасти». Иоанн Белитвуан 12,37 «А что судья всех есть он, слушай неложные уста. Отец всякий суд отдал сыну». Иоанн 5,22 «Посему, когда слышишь, я не сужу никого, то разумеясь ей слова не о будущем пришествия, а о первом, сказав, «Я не один только, но и отец мой со мною». Он объявил, «Не один только я осуждаю вас, но и отец, ибо не иначе сужу я, и иначе судит отец, но как я, так и он, и как он, так и я». Видите, он им говорит, «Вы, говорит, судите по плоти». Как часто, сейчас так же, люди судят по плоти. А я, говорит, не сужу никого. Как толкователь правильно сказал, это имеется в виду, что в первом пришествии он не пришел судить, то есть я, говорит, не сужу. Так же еще, мне кажется, можно понимать, что он говорит, что я никого не сужу по плоти. То есть он и это имеет еще в виду, мне так кажется. Ну, то есть можно и так понимать. Ну, здесь все понятно. Есть кому-то что добавить или вопросы какие-то, если кому-то что-то непонятно. Восьмая глава, 17 по 18 стих. «Я и в законе вашем...» А, «И в законе вашем» написано, что двух человек свидетельство истины. Второзаконие 19-15. «Я сам свидетельствую себе, и свидетельство мне отец, пославший меня». Трукование. Арияне и Евнамияне, не признающие сына единосущным отцу, пусть скажут здесь. Если бы он не был единосущен, то как бы осмелиться сказать, «Я имею свидетельство и достоверность такие же, как и отец». Как два человека свидетельство о чем-либо, свидетельство их истины, очевидно, что и достоверность их одинаковая. Так и здесь он доказывает, что свидетельство его самого ничем не ниже свидетельства отца. Ибо слушай, с какой властью говорит он далее. «Я сам свидетельствую о себе, и отец свидетельствует о мне». Видишь ли равенство власти, и как он выставляет себя столько же достоверным, сколько и отец. Этого он не осмелился бы сказать, если бы достоинство было ниже отца, и не был бы ему равен и единосущен. Ибо если бы он хотел показать, что в чем-нибудь уступает отцу и меньше его, то не сопричислил бы себя к отцу и свидетельство его не сопоставил бы свидетельством отца. Но будучи рабом, как богохульствуют еретики, обратился бы, как к кому-нибудь из рабов и сделал бы его со свидетелем, например, Иоанна, Моисея. Да и вообще, если бы пожелал таких свидетельств, нашел бы их множество. Но теперь он желает показать свои единосущные отца с отцом, потому и сопричисляет себя к отцу. Если в других местах он приводит свидетельство о себе Иоанна, Моисея и пророков, то не удивляйся ему, он делает это приспособительно к понятию слушателей. Они Иоанна и Моисея ставили выше его, посему он и приводит свидетельство тех, кого они считали славным и великим. Высокие понятия они имели о Боге и отце, ибо что иное прославляли они, как не Бога. Посему теперь он приводит свидетелям и его самого, сущего над всем Бога. А как он и само себя сопоставляет с таким непогрешимым и неложным свидетелем, то весьма очевидно, что он имеет одинаковую с отцом важность и власть. И те, которые называют его рабом, и по всему меньшим отца, должны посрамиться. Здесь он доказывает свою природу божественную, показывает на нее. Здесь, мне кажется, есть у кого какие-то вопросы? Ну, а вот это свидетельство, где на горе Фавор, да, был голос? Напомню, в каких местах там был голос? Еще где-то уж. Был голос. Сын мой возлюбленный, вы слушаете. Да, там был... Он об этом же и говорит, что отец обо мне свидетельствует, вот, об этих случаях. Правильно я понимаю? Да. Да. Так, ну, давайте тогда по канонам пройдемся. Продолжим на канонах тогда. Так, поехали. На 14 каноне мы остались. Сейчас как раз канон самый такой нарушаемый у нас. Правило 14 святых апостолов. Непозволительно епископу оставлять свою епархию, и вы иную переходите. А еще бы от многих убеждаем был, разве когда будет некоторая вина благословная, сие отвалить его понуждающую, якомогущую, большую пользу обитающим там принести словом благочестия. И сие не по своему произволу, но по суду многих епископов и по сильнейшему убеждению. Как вследствие проповедческой деятельности апостолов успели мало-помалу соорганизоваться отдельные небольшие церковные области, тотчас же начало утверждаться и понятие постоянства священцев в этих областях. Это до некоторой степени обусловлено самим возникновением этих областей. Каждая из тогдашних церковных областей получала свое начало или непосредственно, или через чье-либо посредство от одного из апостолов. И новая духовная жизнь крепла и развивалась в ней через носителей Святого Духа. Так что церковные общины или области, непрестанно нарождавшись, оставляли бы отдельные духовные семьи, в которых епископ являлся отцом, а остальные духовные лица его помощниками, заботившись о том, чтобы христианские мысли и чувства крепли в этих духовных семьях. Вследствие этого считался отступником или изменником каждой, оставляющей духовную семью и выходящей из этой тесно объединенной святой общины. Но это постоянное пребывание духовенства в одном месте вызывалось и практической пользы самой церкви, так как деятельность епископа вместе с ним и его помощников может быть в действительности полезна лишь тогда, когда епископ в данной церкви знает свой народ и последний знает своего епископа. Если прибавим к этому, что епископат в то время избирался народом, если прибавим к этому, что епископ в то время избирался народом и следовательно, как избранник народа находился действительно между своими, тогда легко понять, какая была связь между епископом и его церковью и какой святой и неразрывной и почиталась эта связь. Но нужно предположить, что не всегда все так свято смотрели на эту связь, как это было в начале священной церкви. И по тому же в первые времена пришлось создать относительно этого особый закон, выраженный в данном апостольском правиле. Это правило воспрещает епископу оставлять епархию, в котором он поставлен божественной благодатью, и переходить в другую епархию даже и в том случае, если бы и клир, и народ последний приглашали его это сделать. Правило допускает исключение лишь в том случае, когда для перемещения епископа из одной по другую имеется основательная причина, как, например, если бы в какой-нибудь епархии веры и благочестия были поколеблены и начались непорядки, а для оживления и укрепления считалось бы необходимо назначить другого епископа, известна своей ревностью, способность выдворить там порядок. Ну вот этим исключением у нас походу и все переводят. Они говорят, ну вот целую целью. Вследствие укаженной причины такие перемещения производились всегда и производятся в достаточе время. Но никогда ни один еписк не может делать это самовольно, а только исключительно по решению надлежащего епископа собора. Относительно этого мы говорим еще в толковании 15 правил. У нас это делать не собор, у нас это патриарх делает, да, насколько я знаю, Виталий? Перемещает епископа. Ну вот давай, мне просто есть что сказать, давай ты сейчас закончишь. Отволкование Зонары выходит так, что правило допускает, чтобы епископ, отличающий опыт и усердием, отправлялся временно в другую епархию с целью поучать и наставлять там народ. Хотя бы сам епископ в этой епархии был жив и здоров. Так, такое мнение Зонар ничем не оправдывается, а Весальмон совершенно основательно по этому говорит, что из чего это они заключают, когда правило не говорит ничего такого. Какая будет поезд народу взводствующей церкви от поучения епископа, которые преподают в ней учения одна же или два же или даже целый год. Ну, вот это, типа, речь об епархиях. Ну, вот все, собственно. Ну, вот история недавняя, ну, как, относительно 20 век Сергий Строгородский узурпировал власть посредством советской власти, да, и стал как раз делать вот это удивительные эти в кавычках вещи, что тусовать епископами, то вот так с одной епархии на другую их перемещать и в таком, как бы, интенсивном, в интенсивном порядке. И к нему как раз и поехали делегации со всей, со всего союза, что делегации епископов, делегации священников. И одно из основных, скажем так, замечаний к нему было как раз вот это, то, что ты что делаешь, ты что так, ну, вот так вот поступаешь. Ведь это, епископ, это отец для тех людей, ну, для той епархии, и нельзя детей с отцом разлучать. Ну, то есть, тогда было, тогда это было просто, ну, невероятно.